Всем привет, любители рекламы такси Яндекс! Спешу вас разочаровать! То есть я разочарую, наверное, все-таки таксопарки Казахстана. Так как сама программа Яндекс это отличное приложение, которое позволяет водителю такси, ну и, конечно же, клиенту, очень быстро найти друг друга. Стоит это все дешево, реально это работает, и Яндекс за это получает свои 5% законно, так как они предоставляют такие услуги для водителей и для пассажиров. Но, к сожалению, чтобы работать в Казахстане, вам нужно будет как водителю зарегистрироваться в каком-нибудь таксопарке. И вот здесь начинается самое интересное. Таксопарк продает свое имя. Всего лишь на все, больше ничего не делает. Он продает свое имя, начиная от 5% и заканчивая 25% с каждой поездки. То есть отвезли вы человека на 200 тенге, у вас могут забрать до 50 тенге вашей прибыли. Просто за то, что вы носите имя какого-нибудь таксопарка. Представляете себе, да? Ни о чем не говорящее название какого-нибудь там замызганного таксопарка, который называется таксопарк только по названию. По определению это абсолютный ноль, у которого нету даже своей базы какой-то. То есть официально какого-то огороженного участка с боксами, с гаражами, где вы можете поставить свое такси на ночевку. Они вам не помоют машину перед фотоконтролем, перед тем, как пройти фотоконтроль или фотоотчет для Яндекса. Они никогда не будут участвовать и помогать вам или отставить ваши интересы в момент совершения ДТП. Они вам не дадут денег на страховку. Они никогда вам не дадут на руки документ, подтверждающий официально, что вы работаете у них в таксопарке. Не будут за вас платить налоги, никаких пенсионных отчислений. Это просто компании, которые несут буллщет, продавая свое имя. Так вот, чисто для того, чтобы получить деньги с воздуха. И стоит это, я вам скажу, недешево. А дерут они столько еще, как будто у них там, я не знаю, прям, мировые бренды, имена мировых брендов, как будто у этих таксопарков. Ну и когда им задаешь этот вопрос, они почему-то начинают сразу под тазики прятаться. Им объясняешь, ребята, за что вы такие деньги дерете? Ну и начинается вот этот буллщет типа, а мы же предоставляем вам клиентов. Их возвращаешь к реальности, ребята, как это вы предоставляете клиентов? Это программа Яндекс.Такси, разработанная в России. Она предоставляет клиентов. Там программа работает сама, независимо от желания таксопарка Казахстана. Что вы вообще делаете? Мы же зарегистрировали вас в нашем таксопарке. Да чехать я хотел на ваш таксопарк. Почему я не могу напрямую работать с Яндексом? Почему я должен посредника кормить? Яндекс свои 5% забирает. Почему вы берете свои 13%? За что? Что вы такого сделали? Вы, наверное, помыли мне машину, чтобы болеть за имидж своего таксопарка и говорить, что вот у нас самые чистые автомобили, постоянно, каждое утро мы их промываем там. Нет. Что сделали? Вы, наверное, в страховке в моей участвовать будете, да? Отдадите каких-то денег, добавите туда. Нет. А вы, наверное, за ресурс машины моей болеете. Нет. Подождите, может, когда ДТП, не дай бог, случится, вы будете приезжать или ваш представитель будет выезжать? Я же к вашему таксопарку отношусь. Он будет приезжать и будет отстаивать мои права и интересы. Нет. Говорит, а, у вас же есть гаражи же, вы же таксопарки же официальные. Я же, значит, могу поставить на ночь в ваш таксопарк свою машину, я же у вас работаю. Нет. Ребят, подожди, а за что вы тогда берете бабки? Ну, мы же зарегистрировали в ваш нашем таксопарке. А, я не знал, что имя вашего таксопарка стоит так дорого. Так вы крохоборы. Вот такая вот система Яндекс.Такси в Казахстане. И, конечно же, очень обидно, что водители теряют на этой платформе заработка очень большие деньги. Есть износ машины, ресурс ее. Есть постоянные вот эти вот штрафы за непонятно за что и непонятно кем и как установлены. В общем, короче, проблематично все это пока. Конечно, Яндекс это очень хорошо, Яндекс.Такси это вообще шикарная тема. Но я думаю, что Яндексу самому нужно будет немножко проработать этот момент. И не просто рекомендовать здешним таксопаркам делать что-то. Нужно это прорабатывать уже на законной основе, на законодательном уровне. Чтобы таксопарки были обязаны принять человека как водителя к себе в таксопарк, оформить с ним договор аренды. Соответственно, установить какой-то N-лимит зарплаты. Ну и все остальное. Или просто вообще, чтобы к ним мы не ходили, можно было, чтобы любому водителю зарегистрироваться в таксопарке Яндекс.Такси напрямую. Без всяких таксопарков Казахстана, которые вообще в принципе существуют в природе как мыльные пузыри. Сейчас если дернуть налоговую, я думаю, что таксопарки у нас потекут как сосульки при солнечной погоде. Удачи вам, рекламщики! Пока!